Привет, друзья! Начинаем нашу очередную встречу. У нас с Артуром сегодня будет беседа. Напомню, это канал Академии Счастья. Александр Шевченко и Артур Иванов. Артур занимается лечебными практиками голодания. Не едем на пищевые паузы. Он как ледяной человек находится в воде. Ледяной, причем полторы минуты я сам видел. Ну, в общем, он потом сам все это расскажет. А ссылку на его канал я размещу в описании. Мы сегодня будем говорить о нестандартном подходе к мышлению. О том, как очищать разум. Ну и вообще, о том, как можно делать те вещи, которые обычные люди не делают. Даже купаться в ледяной воде по полторы минуты не каждый человек это делает. Даже не каждый нож. Я, например, тоже купаюсь зимой. Но я зашел, окунулся и вышел. А ты, я видел, занимаешься этим. Так, то есть, зашел и не выходишь в течение минуты. Да. Ну, просто ты, когда заходишь, ты вот ныряешь, у тебя сразу тело испытывает дискомфорт. Ну, это естественная реакция. Тебе хочется выйти. А если ты начинаешь работать со своим сознанием, ты принимаешь, если этот холод, то тебе холодно, ну, буквально там первые 30 секунд. Потом тело начинает вырабатывать адреналин. И по-твоему, если ты принимаешь холод, если ты не блокируешь своим сознанием, что тебе холодно, тебе надо выходить. Если ты принимаешь холод, то у тебя кровь нормально циркулирует. И ты на какой-то там 35 секунде понимаешь, что вообще не холодно. А через минуту вообще сидишь в этой, вроде-то, казалось бы, только недавно ледяной воде и получаешь удовольствие. Но главное тоже не переборщить. Кстати, у этого Вима Хоффа вчера 61 год ему исполнилось. Он там 61 минуту типа в ледяном этом просидел. Но он сам говорит, что это для ледяного человека, не все не делайте, вам типа достаточно 2-3 минуты. Ну, в принципе, все медицинские исследования говорят о том, что 2-3 минуты – это во благо на здоровье организма. Поскольку вот такой вот умеренный стресс, скажем так, он в целом улучшает работу кожного покрова, всей сердечно-сосудистой системы. В общем, по часу не стоит. По часу не стоит, да. То есть это экстрим. Я думаю, для начала лучше просто зайти и выйти, вот так, как я делаю. А потом уже там практиковать постепенно увеличение времени. Потому что обычному человеку даже вот прийти раздеться на пляже, ну, сейчас там можно, как бы сейчас уже потеплее. Но зимой, как бы, это делают в основном только в крещении, а в обычные дни, хотя температура там зимой бывает довольно теплая и люди не купаются. Зимой, кстати, чаще бывает, что вода теплее, чем у нас снаружи. И иногда зайдешь и не хочется выходить. Вот когда у нас был минус там 5 где-то, а вода где-то плюс 5. То есть контраст в 10 градусов очень классно ощущаешь. Я помню у себя вот в Кыржановке залез, и я намного комфортнее чувствовал себя в воде, чем тогда еще ветер был такой свежий. Так что все относительно. Ну да, то есть нестандартный подход к жизни заключается в том, что каждый может делать какие-то те вещи, которые, ну, скажем так, обычные люди не делают. Но это человек делает не просто потому, чтобы выделиться, да, из толпы, а потому, что он чувствует, что это его. Вот я тоже, как бы, ну, выделяюсь из обычной массы людей. Мы в прошлом видео даже об этом немного говорили, что вот бывает, знаешь, как бы, как инопланетянин какой-то, да. То есть там что-то как скажу, что-то как сделаю, и люди такие, о-о-о, это он. Да, то есть и получается, то есть вот этот, как бы, подход, он не потому, что, как бы, там, ну, типа, как бы, показать себя, да. Да, просто как-то оно само, само так идет, и, то есть, и нету, вот, ну, как бы, то есть просто не ограничиваю себя. Вот как оно идет, так оно идет. Вот, вот такой момент. И мне кажется, что это здорово, что когда человек чувствует себя свободно, то, ну, то есть люди зачастую, как биороботы ходят, такие серая масса, да, вот в матрице это хорошо показано, что-то как идет толпа, и, как бы, когда кто-то выделяется из толпы, толпа его сжирает просто, потому что он другой. Вот, ты замечал такую штуку, да, что, как бы, толпа сжирает инакомыслящих. Да, ну, даже вот ты, как упомянул, лечебное голодание, да, ну, вот я когда, ну, я с ним знаком уже более 15 лет, но когда я вот познакомился с циклическим лечебным голоданием, я решил, что я буду каждый месяц по неделе без еды проводить. И когда я сказал своему, там, близкому какому-то окружению, друзьям, знакомым, ну, большинство из них повертели у виска, сказали, ну, типа, посмотрим на тебя через полгода. То есть даже близкие, они не принимают, когда ты говоришь, что-то, то, что не укладывается в их картину мира. То есть они мягко сказали, там, ну, типа, через полгода на тебя посмотрим, а когда проходит полгода, там, год, они видят, что со мной все нормально. То есть здравомыслящие уже видят, смотрят, уже не отвергают, понимают, что это возможно. Вот для них наглядный пример. И они тоже постепенно подтягиваются. То есть сначала у людей вот это вот желание, там, главное не выходить и не рассказывать всем, и не пытаться всех убедить в всей толпе. Потому что реально, если вся толпа, то толпа, конечно, тебя съест. А если ты, как бы, просто достигаешь каких-то результатов, и вот мне вообще нравится идея, то, что не надо, вот у человека появилось какое-то вот нестандартное мышление. Да, вот он все время ездил таким путем, а тут он решил ездить другим путем. Если он начинает, вот у него только там маленький лучик вот этого желания появился, он еще сам не до конца уверен, что надо так делать. Но он уже начинает всем рассказывать, и вот эти все говорят, да ну ты чего это. У меня сегодня буквально пример такой был, я с... Поехал как-то по-другому. Не, я просто сообщался со своей клиенткой из Днепра, и она, в общем, хотела сделать заказ, а потом что-то там... А, ее, в общем, знакомые там отговорили, потому что довели тысячу доводов, почему не стоит этого делать. То есть, когда человек, у него еще, у самого еще желание не, ну только-только зарождается, ему не надо вот всем рассказывать, что вот у меня будет там, что я... Надо делиться результатами, и когда люди видят результаты, то они намного более склонны верить каким-то результатам, чем аля там идеи, которые там... И вот эти идеи очень хорошо обламывают там даже самые близкие люди. Я это прекрасно понимаю, да, бывает, поделишься и хочешь, чтобы тебя поддержали, а другой человек, он как бы, ну, там, может насмеяться, типа, да, у тебя это не получится, знаешь, то есть... И это действительно мешает, да, вот я тоже заметил это, что получается, как бы, хочешь поделиться, хочешь рассказать, как бы, как получить такую поддержку, вдохновение, и это действительно важно, чтобы, ну, были такие, не знаю, близкие друзья, которые тебя поддержат и поймут. Потому что таких людей достаточно мало, которые готовы тебя принимать таким, какой ты есть. И вот это действительно, на мой взгляд, настоящая дружба. И именно это вот мы говорили в прошлую тему в видео, вот это, которое провокационное, даже не разместил на канале, уже расскажу так. Как я, опять же, от своего партнера ожидаю, что он будет принимать тебя таким, какой ты есть. Вот это вот мы говорили о близости в отношениях, да, то есть, что он не будет тебя критиковать, обесценивать или там, ну, что-то такое. Он просто посмотрит, ну, как бы, да, если ты даже делаешь что-то неправильно, он тебе подскажет, но он будет это делать с любовью. То есть, вот это вот, на мой взгляд, очень важная вещь. Ну, правильно, неправильно, это же тоже все относительно. Ну, с его точки зрения, да. Да, с его точки зрения. Понятно, что есть какие-то договоренности, ну, не знаю, если ты там садишься на пол и начинаешь ганить у себя дома, да, то будет, как в известном анекдоте, мужик, это баня. Здесь нельзя срать. Да, то есть, ну, я не знаю, есть какие-то договоренности, если ты там выходишь из них, то, ну, как бы, да, можно скорректировать, но, опять же, когда делаешь это с любовью, оно гораздо эффективнее. Вот, и, опять же, вот, я же говорю, когда в дружбе тоже ожидаешь, что там друг тебе, ну, скажет, если ты там совершаешь какую-то ошибку, но он это сделает как-то мягко и направит тебя на истинный путь, не обесценивая, не подавляя, а вот именно вот как-то вот так, чтобы ты мог, ну, поможет тебе разобраться в себе, вот я, когда провожу процессинг, я помогаю человеку разобраться в себе, то есть, я ему не даю советы, делай вот так, ну, и тем более приказы, нет, я ему помогаю, чтобы он пришел к собственному пониманию жизни, и это очень важно, получить свое понимание, потому что это нестандартное мышление, да. Да, да, но это очень важно, и чтобы был такой человек, да, ну, вот я так видел, к тебе вот приходят люди, и ты вот с помощью вот этих вопросов именно подводишь их к тому, чтобы они вот сами нашли свое решение, да. Мы прорабатываем то, что мешает, у человека в уме накапливается большое количество ложных данных, негативных эмоций, негативных ощущений, цель моя это помочь человеку справиться с этим, то есть, убрать это, вот, то есть, не просто подсказать, вот, там, какой-то совет, сделай так, то есть, даже не подвести его к ответу, да, как там в коучинге это часто делается, убрать его вот эти, как бы, ну, скажем так, негативные постулаты, которые у него там накопились, и когда мы их прочистили, у человека возникает озарение, а я же вот, например, блин, не делал, там, ну, к примеру, правильно, там, не вставал рано, потому что у меня было суждение, что я не могу этого делать, что мне надо, там, не знаю, спать, там, 10 часов, и, там, кушать перед сном, да, то есть, ну, то есть, из-за того, что он неправильно как-то вел образ жизни, да, то есть, я даже на своем примере могу сказать, да, то есть, что это мешает. И вот, когда это убираешь, состояние выравнивается, начинаешь действовать более осознанно, то есть, ну, это постепенный прогресс, да, то есть, какие-то бывают такие, конечно, очень яркие такие озарения, все меняется, но вот обычно это духовный рост, это постепенный такой прогресс, в какой-то момент может такое яркое озарение прям вспыхнуть, и начинаешь действовать иначе. Вот это яркое озарение, наверное, как раз вот если человек хочет по-быстрому, да, вот, наверное, вот на тех же пищевых паузах, я вот часто не обращал внимания, что вот те люди, которые со мной проходили вот эту недельную пищевую паузу, они, ну, во-первых, у человека взрыв мозга, то есть, он у него, он всегда думал, что если день не покушает, то он там с ним что-то произойдет, а тут он проходит день, два, три, и с ним ничего не происходит, он себя классно чувствует, даже намного лучше, чем до того, как, во время того, как кушал. И у него нестыковка, и вот время этих нестыковок вот где-то пробивает вот такое озарение, мне очень приятно наблюдать, даже сейчас за моей супругой, она наконец-то решилась тоже провести недельную пищевую паузу, я очень рад, что она осознанно к этому пришла, я просто вижу, насколько вот даже вот за три дня, сейчас вот три дня, что она не кушает, насколько вот она меняется, раскрывается, насколько вот все классно так происходит, это, ну, здорово, когда вот есть возможность человеку, вот, как ты делаешь, раскрывать его какие-то вот грани, то есть, то же самое, я, ну, я, как бы, тоже использую методику, которую разработал, там, ну, врач в высшей категории, я, как бы, своего рода являюсь проводником, я просто помогаю человеку пройти этот путь, просто сопровождаю такой человек, который берет за руку, и вот проводит это первый раз, вот этот вот путь, чтобы человек, там, показываю ему здесь вот, надо сюда наступить, здесь сюда наступить, здесь сюда, а потом человек уже сам может по этой же дорожке уже сам проходить. Совершенно верно, да. По сути, ты проводник, вот, ну, по пищевым паузам, я проводник по заколукам ума, чтобы вывести человека, ну, вот, через тернии к звездам, как говорится, то есть, через, ну, те вещи, которые у него в уме накопились, негативные, да, то есть, проработать их и, опять же, как проводник вывести его к чистому сознанию, то есть, видишь, мы занимаемся сходными вещами, просто каждый по-своему, да, ты в своей области, я в своей, то есть, поэтому у нас есть, ну, то, что нас объединяет, да, то есть, мы как проводники, да, я проводник сознания, ты проводник по телесным каким-то вещам, которые помогают человеку очистить организм, ну, прийти, по сути, тоже к осознанности. Да, ну, это здорово, мне кажется, то есть, не обязательно каждому, там, что-то сочинять, да, а можно в чём-то стать каким-то вот специалистом, ну, грубо говоря, наработать какой-то опыт, и когда у тебя этот опыт и есть внутреннее желание этим опытом делиться, ну, мне кажется, это вообще очень классно. Я когда-то, когда мы в первый раз сходили к нашему учителю по цигун, он, его брат с Индией привёз чаши, вот эти тибетские, и мы делали массаж, и я вот тогда был, ну, как раз вот уходил с моря, и вот такой вот, то ли идти опять в рейс, то ли уже начинать что-то здесь, хотя я понимал, что, ну, там, не вижу я себя в будущем. И вот когда мне поставили чашу на грудь, и он начал извлекать звуки, ну, у меня такое вот видение было, и я вот почувствовал, что мне вот кто-то там, как будто бы как свыше сказал, что ты будешь помогать людям. Я ещё не знал, как и что я буду помогать. А потом уже вот спустя там какое-то время я понимаю, что я там с помощью пчелопродуктов людям помогаю решать какие-то проблемы со здоровьем. Даже вот это вот пищевые паузы тоже реально бывают, решаются проблемы, которые на протяжении, там, нескольких лет, ну, медицина не могла решить у человека. Ну, поскольку там многие, там, вялотекущие, скажем, там, хронические болезни, они ещё плохо лечатся в современной медицине. То есть у нас там человека достать из того света, когда там шоковое состояние, да, это в этом преуспела современная медицина. А вот что-то такое хроническое излечить, то, что человеку каждый день мешает полноценно жить и радоваться, ну, вот в этом, как бы, я считаю, что современная медицина ещё. А современная медицина – это, по сути, фальсификация, если так сказать. Да, то есть медицины нет никакой. Это скорее, ну, фармацевтика, которая продаёт препараты. А врачи вместе с этим конгломератом, да, то есть международной организацией, которая сейчас у нас организовала пандемию для того, чтобы, ну, опять же, под руководством мирового правительства сказать, ребята, давайте вы это все будете, попустим вас, посидите дома, то есть устроим вам кризис, а вы будете просто, как рабы, там, рассказывать всем, что, мол, тут у нас пандемия. То есть суть в том, что всё это не медицина, это всё картель, который создан не для того, чтобы нас лечить, а создан для того, чтобы нас держать в болезненном состоянии. Нет желания у них нас лечить. Все таблетки созданы не для лечения. Нет, лечить есть желание, но нет желания сделать здоровым. Ну, это не лечение, это поддержание на хоть каком-то уровне, чтобы ты мог немножко работать, а потом просто вот, когда уже всё, силы отказали, уже всё, на свалку. Ну да, идеальное член общества, тот, который работает на пенсии, а потом на пенсии резко сдаёт. Да, это важно понять, что человек, с их точки зрения, это просто изделие. Изделие, которое должно отработать какой-то срок, к примеру, там, 50-60 лет, и всё, больше ему не нужно. То есть как бы, как у любого, там, как у телефона, есть срок службы. То есть у телефона он, там, пять лет копировался, ну, семь лет может поработать. Ну, человек это 50-70 лет. Вот, сейчас такой срок службы у изделия под названием «человек». Вот, и те ребята, которые эти изделия, как говорится, ну, нельзя сказать, что они прям создают, но, в общем, они следят, чтобы эти изделия хорошо работали, чтобы они никуда там не убегали за пределы нашего кружка. Ну, просил не говорить про плоскую землю. В общем, за ледяной круг ещё люди пока не сматываются, но кто-то уверен, хочет. Вот, так суть в том, чтобы никто не убегал, они нас окружили такими силами, вот, армия, которая следит, чтобы все, полиция, чтобы все были в узде, чтобы всех контролировать. Вот, и поэтому наша цель, ну, как осознанных людей, то, что, да, мы делаем за дороги и осознанность людям, помогаем очистить тело им, это важно. Ещё важно доносить правдивую информацию, помогать человеку самому разбираться, видеть, вот, наблюдать и видеть это, да, есть даже не слушать нас, а самому наблюдать, чувствовать своё тело, свой разум, свою энергию, соединяться с пространством. Вот это важный момент. И когда у человека этот канал открыт, вот, то этот, ну, с таким человеком гораздо интереснее общаться, потому что он берёт знания прямо напрямую от Вселенной. Да. Сегодня на канале у меня один человек написал отзыв, ну, не отзыв, комментарий, я там рассказывал про продукцию Greenway, которая мне очень нравится, там, всякие тряпки, там, машину моют, там, в общем, уже полностью переходит наша семья без химии, там, ну, это очень правильно. Уже там минимизировалось, ну, настолько я даже не представлял, что в быту можно полностью отказаться. Мы тоже отошли. Так, оказывается, я даже не знал, что эта компания, там, зарегистрирована в Россию, и он пишет, а вы знаете, что вы там продвигаете российскую компанию, что вы там ей делаете рекламу? Я говорю, вот эти границы, которые вы сейчас видите на карте мира, в скором будущем их вообще не будет. То есть, я говорю, люди будут жить в мире, в добре, и вот то, что вам сейчас рассказали, что есть там вот такая страна, такая, это все, говорю, будет единое. И вы даже не будете знать, где эта компания, ну, даже сейчас. Ну, то есть, реально, большие компании, нельзя сказать, что это она в какой-то одной стране. То есть, все там, вот, комплектующие, да, вот, сейчас прислали нам эту швабру, она в Германии сделана. Там, вот это рассеченное волокно, оно там, японская технология в Корее делается. Ну, в России нет, как у государства, таких технологий, чтобы обеспечить весь мир, там, вот этим волокном, там, ну, с нанотехнологиями, да? То есть, говорить, что это российская компания, это вообще не... Ну, такая разница. Да, такая разница. Главное, что у компании есть миссия, я говорю, эта миссия совпадает с моими ценностями, чтобы отказаться от химии, чтобы сохранять воду, а не сливать в унитаз, там, ну, и вообще в умывальник всякую химию, которая, в конечном итоге, загрязняет воду. А вода, это вообще, наверное, мне кажется, самый основной источник. Многие люди, когда начался кризис, побежали в супермаркет за водой, за едой, а осознанные люди, мне кажется, просто нашли источник хорошей питьевой воды. То есть, мне кажется, вода намного более важный ресурс, и этот ресурс, он очень... Ну, многие люди не понимают еще его важности, то есть, загрязняет. Вода важная, конечно. Без воды... Намного важнее, чем еда. Конечно, да, вода более важна, потому что, ну, если без еды, в принципе, ну, многие люди живут, то гораздо меньше людей живет без воды. Хотя это тоже возможно. Ну, мы на 75% из воды состоим. Вода важна для нас, совершенно правда, поэтому, ну, даже если сказать нашим зрителям, то давайте будем сохранять чистоту воды, чистоту природы, чистоту ума, сознания, тела, то есть, именно экологичный способ жизни. Вот, поэтому такой посыл. И для всех людей, кто смотрит, давайте, вот, экологичный способ жизни развивать во всем. То есть, и в сознании, и в теле, и в окружающей нас среде. И то есть, вот эта наша пауза, то есть, используем ее во благо, то есть, не просто сидим дома, как многие призывают, а очищаем наше тело, сознание, и экологично относимся к природе, да, потому что природа, мир, это наш дом. Давайте будем к нему относиться, действительно, как к дому. То есть, оберегать его, и ценить, и делать так, чтобы там было жить прекрасно. Вот такой посыл у меня. Да, вот ты сказал, что все сидят дома. Это как раз-таки, опять-таки, повод начать жить нестандартно. То есть, кто увидит эту возможность жить нестандартно, он точно увидит и возьмет из этого сиденья что-то лучшее, да. Но подавляющее большинство людей, ну, кто-то смотрит телевизор там, им уже навешивают какую-то там картину мира, которая точно не ведет их к осознанному мышлению. Так что выключайте телевизоры. Включайте YouTube. Да, то есть, канал Артура я сделаю в описании. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите вопросы в комментариях. Ну, и колокольчик включите, чтобы видео, которые у нас выходят на каналах, вы будете получать обновления и будете знать, что появился там новое видео, прямой эфир. Вот, и, соответственно, будете смотреть. А так, к вам счастья, любви, осознанность и... Гармония. Да, мы увидимся, кстати. Гармония и здоровья. В следующий четверг будет следующее видео с нами, а на наших каналах будут видео выходить периодически. Всего доброго. Всего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok